Только для маленькой компании моих близких друзей. Компания была хорошая. Это лет 15 тому назад мы жили в одной квартире у режиссера такого Мосфильма, Лёва Кочаряна. Там были из тех, которых вы знаете, людей. Это были Вася Шукшин, которого больше нет. Сам Лёва, который тоже умер. Был замечательный человек, который любил жизнь невероятную. Там был Андрюша Тарковский. Там был такой писатель Макаров. И вот для них я пел эти песни. И первый раз я помню Лёва Кочарян, мой друг, который сказал, подожди одну минуту, и нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимания. Ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать. И началась вот такая, ну что ли, такое триумфальное шествие этих плёнок повсюду, повсюду, повсюду по Союзу. Потом я стал выступать в институтах, в школах, перед студентами. И кто-то всегда держал, на первом ряду всегда держал этот микрофон, который мне мешал, щёлкал друг у друга. Спрашивали они, значит, у тебя готово, у тебя кончено, у тебя не кончено. И это всё распространялось. Десятки раз переписаны, так что иногда было невозможно разобрать, что это за мои слова, не мои. И поэтому было очень много подделок. Стали появляться люди, которые подделывались под меня и пелись, значит, лишь бы таким хрипатым голосом. И тогда, значит, под Высоцкого. Вот я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям. Они говорили, надо же, какой маленький, а как пьёт. То есть у меня всегда был такой голос, ну, в общем, низкий. Раньше говорили про пятой, а теперь из уважения говорят с трещиной.